Добрый вечер! Вы смотрите вечерние новости Севастополя в студии Дмитрия Дудко. И вот о чем мы расскажем в этом выпуске. Мир, Россия, Крым. Новая мировая реальность. Пятый международный экономический форум в Ялте открыт. Деловая повестка форума очень насыщена. Севастополь представлен во всех ключевых направлениях работы форума. С чего начался форум? В каких мероприятиях принимает участие севастопольская делегация? И какие новые соглашения уже подписаны? Подведем итоги первого дня форума. 75 лет со дня освобождения Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков. Праздничное шествие, митинг и возложение цветов. Ветераны, школьники и жители города сегодня утром почтили память защитников Родины. Поезд победы в Севастополе. Два музея, посвященных Великой Отечественной войне, пушки, автоматы и пулеметы. Чем еще удивил севастопольцев легендарный состав? Летний фонтан торжественно открыли в музее-заповеднике Херсонес-Таврический. Сейчас фонтан радует глаз наших посетителей, дает летом приятную прохладу. Сегодня Международный день памятников и исторических мест. Какие еще мероприятия к этой дате приготовили для посетителей музея-заповедника? Сегодня в Ялте открылся пятый международный экономический форум. Его главная тема – «Мир, Россия, Крым. Новая мировая реальность». В нем участвуют представители более чем ста стран. И организаторы форума рассчитывают, что он поможет прорвать политическую блокаду полуострова. Весь день там работает наш корреспондент Святослав Данилов. Сейчас он на прямой связи со студией. Святослав, здравствуй. Как ты меня слышишь? И расскажи, что происходит в эти минуты на форуме. Здравствуй, Дмитрий. Здравствуй, Дмитрий. Ну, собственно, работа всех секций в первый день Ялтинского международного экономического форума завершена. А секций тут порядка сорока. Это в основном деловые мероприятия, обсуждения по различным темам виноградовства, цифровые технологии, сельское хозяйство, транспортная, городская среда. И вот сейчас в эти минуты проходит награждение премии «Экспортер года» и закрыто мероприятие с участием главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова. Как прошел первый день для севастопольской делегации? Для севастопольской делегации он начался в нескольких десятках километров от основных мест событий гостиницы «Мрия». В гостинице «Интурист» в преддверии Ялтинского форума состоялся такой деловой завтрак, где принимали участие представители правительства Севастополя, Республики Мордовия, Алтайского края. Обсуждение было проекта «Умный город», реализации проекта. Наши гости делились своим опытом реализации проекта в своих регионах. Мы же рассказывали о том, как реализуется проект именно в Севастополе. Напомню, касается и городского хозяйства, система фото-видео фиксации и призван сделать нашу жизнь проще. Вот как раз-таки об этом нам рассказал исполняющий обязанности директора департамента экономического развития Владимир Ёжиков. Предлагаю послушать. Для нас «Умный город» — это приоритетный проект. Он существенно и качественно влияет на жизнь горожан, на условия, в которых они живут. Для туристов это сервис, это влияние на экономику существенное. И поэтому мы хотим меняться опытом, какие проекты ГЧП в разных регионах, с какими инструментами, с каким бизнесом, как были реализованы. И уже приложить эту точку усилия, этот опыт на наш город и реализовывать их у нас в Севастополе. Слава, как слышно нас? Расскажи подробнее о соглашениях, которые были. Дмитрий, прекрасно слышно. Что касается соглашений, то сегодня основное, не единственное, но самое основное, состоялось участием заместителя губернатора Севастополя Ильи Вячеславовича Пономарева. Он подписал соглашение с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. И это тоже касается реализации проекта «Умный город». Севастополь стал одним из 30 городов, из 30 пилотных городов, в которых, как раз, будет реализовываться этот проект. И федеральные власти намерены всячески способствовать реализации этого проекта в нашем городе. Предлагаю послушать заместителя губернатора Илью Пономарева. Подписание сегодня соглашения даст Севастополю и дополнительный импульс реализации этого проекта. А самое главное, на наш взгляд, это то, что принимаемые нами решения теперь будут находиться и на нашей лучшей практике будет брать. Федеральный центр распространяя их на другие территории России. И мы, в свою очередь, сможем обращаться к лучшим практикам Российской Федерации для того, чтобы быстрее и наиболее эффективно выполнить задачу построения «Умного города». Да, Слава, расскажи, какие еще гости посетили сегодняшний день форума? Сегодня в работе Ялтинского экономического форума принимает участие более трех тысяч человек из 11 регионов нашей страны и из 77 стран. Очень много гостей из Африки, таких стран, как Кения, Буркинафасо, Нигер. Очень много и европейцев, итальянцы, немцы, швейцарцы. Вот нам удалось пообщаться с представителем Индии. Он сказал, что он является политическим обозревателем и заодно входит в правящую политическую партию Индии. Ну, а мы же задали ему вопрос, который касается одной из основных тем Ялтинского международного экономического форума. Это влияние антироссийских санкций как на российскую, так и на мировую экономику, касаемо Крыма и Севастополя в частности. И вот, что нам рассказал представитель Индии. Даже мы видим, за последние несколько лет ситуация с санкциями немножко изменилась. И, конечно, это очень важно, чтобы территория Крыма развивалась, потому что нужны работы, нужны новые развития, новых проектов. И я уверен, что с течением некоторого времени санкции уйдут, потому что по-другому быть не может. Я приезжаю сюда, как я бы сказал, неоднократно и не вижу никакого конфликта или противоборства местного населения тому, что здесь происходит. Поэтому санкции должны уйти, потому что это просто-напросто несправедливо к местному населению, которое живет здесь. Даже вот здесь построили новый аэропорт, построили мост, и я могу видеть, какие изменения происходят, и с каждым годом больше и больше. И здесь очень плодотворное место, потому что, вот, например, я вчера недавно попробовал вино и коньяк местного производства, и очень впечатлен той продукцией, которую здесь делают. Вот об антироссийских санкциях, об взаимоотношениях с Сирией, с Америкой. Говорили сегодня на брифинге, говорила сегодня на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. У наших журналистов, у зарубежных была возможность задать ей множество интересующих вопросов. Беседа проходила, ну, около часа где-то. И вот Марию Захарова в том числе спросили о влиянии фейковых новостей. Вот то, как в зарубежной прессе представляют то, что происходит в Крыму и в Севастополе. Мария Захарова отметила, что зарубежным журналистам даже не нужно приезжать в Крым, чтобы рассказать своим жителям о том, что здесь происходит. Они сами формируют информационную повестку. Вот предлагаю послушать Марию Захарова. Средства массовой информации западных стран не задают нам вопросы о Крыме. Они выдают либо порцию пропаганды, полученную через правительственные источники, либо подконтрольные правительству НПО, либо пишут какие-то фантазии, основанные на материалах людей, которые никогда в Крыму не были. И наша задача как раз сделать так, чтобы эти вопросы они нам задавали. Ну и вообще в целом, конечно, нужно сказать, что Ялтинский международный экономический форум, который проходит уже в пятый раз, это такая крупная площадка, самая крупная на полуострове для общения бизнеса и власти, для обсуждения инвестиционных проектов, для обсуждения состояния российской мировой экономики. И вот сюда приезжают представители международные, отечественного бизнес-сообщества, общаются, организовывают деловые мероприятия, деловые завтраки. И форум продолжит свою работу и завтра, но завершится 20 апреля, и мы будем продолжать следить за развитием событий на Ялтинском международном экономическом форуме. Дмитрий. Да, спасибо, Слава. Действительно, можно сделать вывод, что повестка была насыщенной, также и для нашей делегации из Севастополя. Ну, а мы продолжим. Мой коллега Святослав Данилов говорил о событиях первого дня Ялтинского экономического форума. Другим темам. В Балаклаве сегодня отметили 75-летие освобождения от фашистских захватчиков. Там состоялось шествие, митинг и возложение цветов. В честь этой даты в городе пройдут около сотни различных событий, старт которым дали сегодня. И они продлятся до 12 мая, когда мы будем праздновать годовщину освобождения уже всего Севастополя. За что вы спросите любить клочок земли? 18 апреля – особая дата для жителей Балаклавы и Севастополя. В этот день, 75 лет назад, территорию Балаклавского района освободили от оккупантов и начали путь к полной победе над фашизмом. И сегодня горожане почтили память тех, кто грудью защищал эту землю и шагнул в бессмертие. Это надо помнить, чтить и ценить людей, которые простояли эти четыре года и помогли, чтобы мы сейчас жили свободными гражданами России. Ранним утром в Балаклаве ветераны, школьники и жители города возложили цветы к памятнику генерал-майора Петру Новикову. А затем праздничным шествием прошли по улицам города. Под звуки живого оркестра и радостные приветствия зрителей, наблюдающих за процессией, колонна дошла до обелиска защитникам и освободителям. Там состоялся небольшой концерт и митинг в память о погибших. Первое слово предоставили единственному оставшемуся в живых освободителю Балаклавы – Борису Малько. Во время Великой Отечественной он был разведчиком-сапером. Сегодня ветеран поблагодарил молодежь за то, что они хранят заветы предков и берегут землю от фашистов. Друзья мои, отъявив поколение поведителей, я вам признаюсь и скажу прямо, мы, ухошедшие из этой жизни, еще живущие, мы гордимся нашим поколением, которое совершило в 2014 году весну кримскую. Это они были подготовлены к преемственности наших поколений. Это они были готовы вернуться в свою галадь на родину. В это утро на митинге в честь 75-летия освобождения Балаклавы прозвучало много трогательных слов. От имени главы региона с приветственным словом к ветеранам обратился заместитель губернатора Илья Пономарев. Мы помним и обязаны всегда помнить и те имена, которыми названы сегодня улицы Балаклавы, лейтенанта Терлецкого, подполковника Рубцова, генерал-майора Новикова и тех сотен и тысяч бойцов, которые отдали свою жизнь в деле освобождения нашей родины. Вместе с балаклавцами на митинг пришли и участники бессмертного полка. Это они, не жалея себя, защищали нашу родину и наш город. Марина Степанова, Александр Тарасенко, Новости ХТВ. Продолжая тему, сегодня по главной улице Балаклавы пронесли 40-метровую георгиевскую ленту, а потом ее маленькие копии волонтеры раздали горожанам. Раздача ленточек пройдет во всех районах и селах Севастополя. Для этого их заготовили больше 100 тысяч штук. А к 75-летию крымской операции почта выпустила художественный конверт, марку и маркированную карточку, посвященный событиям, связанным с освобождением полуострова. Для гашения был изготовлен специальный штемпель первого дня с изображением пятиконечной звезды с надписью «Путь к победе» и датой 18 апреля 2019 года. Сегодня им торжественно погасили четыре конверта с марками. Два конверта уйдут тем, кто непосредственно участвовал в спецгашении, как память. И два уйдет в музей, в почты Крыма и в Севастополе. Ну, музей на хранение в Севастополе, как память. Тираж новых марок не ограничен. А вот конвертов и карточек в Севастополь поступило по тысяче штук. Стоимость художественного конверта 11 рублей, марки 46. В течение сегодняшнего дня всежелающие смогут поставить оттиск специального штемпеля на любой почтовой продукции. Сделать это можно в Севастопольском главпочтам Тамте на Большой Морской. Штемпель действует только один день, 18 апреля 2019. После на нем сделают насечку и передадут на хранение в Центральный музей связи имени Попова. Почтовая маркированная продукция, погашенная сегодня, приобретет особое значение и пополнит коллекции филателистов по всему миру. Сохранить это в памяти, в истории и обозначить ценности этого события очень важно. Оно позволит сохранить нам это не только в нашей памяти, но и передать эту историю нашим детям, людям, увлекающимся историей, филокартистам, филателистам, либо начать собирать соответствующую атрибутику. Поезд Победы сегодня прибыл в Севастополь. Его гудок слышали все, кто днем находился в центре города. Это передвижная выставка, которую организовало правительство Крыма. Поезд состоит из паровоза, платформ и теплушек, в которых представлены образцы артиллерийского и стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны. Сегодня в Севастополе состав встречала Екатерина Брега. Поезд на перроне встречали сотни людей. Ветераны и школьники, юно-армейцы и члены боевого братства. В руках букеты, а на груди георгиевские ленты. И вот на горизонте появляются клубы пара, а воздух содрогается от долгожданного гудка. Поезд Победы движется по Крыму с 8 апреля. Он уже проехал Симферополь, Джанкой, Феодосию и Керчь. В каждый город поезд прибывает в день его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В этот день, ровно 75 лет назад, советские войска освободили в Волоклавские высоты от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому сегодня поезд прибывает к Севастопольскому перрону. Именно так выглядел военный состав во времена Великой Отечественной. Тепловоз, платформы с вооружением и вагон для перевозки солдат. Так называемая теплушка. Поезд Победы максимально приблизили к жизни. Паровоз прошел весь путь своим ходом. Причем его топили не бензином, а углем. Экипаж одет в военную форму образца 40-х годов. Настерка, галифе, форменный свитер на холодное время, скатка шинель солдатская, РПС, ремень вместе с подсумками для пистолета-пулемета в данной ситуации, шпагина. Дальше у меня есть котелок армейский, который на то время был самым популярным у солдат. С него ели и пили, в нем же и готовили. Котелок был одной из немногих вещей, необходимых для солдатского быта. Бойцы жили в тесных вагонах, спали на деревянных кроватях и грелись у печек буржуек. Жилой вагон – отдельный экспонат на выставке. А на платформах можно рассмотреть виды стрелкового и артиллерийского оружия, пушки и танки. Экспонаты разрешено трогать руками, поэтому на поезд сегодня приходили смотреть целыми семьями. Все хорошо. У нас вообще сейчас в Севастополе редко поезда приезжают. Поэтому это событие. Мы старшего привели в кадетском классе учиться. Поезд простоял на перроне лишь час. За это время передвижную выставку успели посетить больше двух тысяч человек. Этот день очень памятный. И нам важно сейчас привлечь молодежь, привлечь историю. Ветеранов, пока они еще живы, они могут передать традиции, передать память, которая бесценна для нас. Поэтому данное мероприятие, конечно, нам очень важно и нужно, и необходимо для Севастополя. Севастополь – последний город в маршруте поезда. Отсюда состав отправится на стоянку в Симферополь, где продолжат принимать посетителей, но уже в качестве постоянной экспозиции. Екатерина Брега, Андрей Тымчук, Новости Икс ТВ. 7 мая по всей стране желающие смогут написать диктант победы. Это своеобразный тест на знание событий Великой Отечественной войны. Города-герои и города воинской славы в этой акции российского исторического общества участвуют в обязательном порядке. В Севастополе диктант пройдет на мемориальном комплексе Сапун-гора. Сегодня стало известно, что его перенесли на час раньше. Теперь акция начнется в 13 часов. К другим темам в 20 часов в прямом эфире на Х24 программа «За и против» с Николаем Скрипцом. Он сейчас с нами на связи. Николай Андреевич, добрый день. Кого ждете сегодня в гостях и о чем будете беседовать? Сегодня будем говорить о греческом острове Делос, где в 166 году впервые появилась свободная экономическая зона. Но если серьезно, то мы лишь греческую тему затронем вскользь. А речь пойдет о современности, о свободной экономической зоне в нашем городе герои, об первых итогах ее деятельности и перспективах развития. У нас в гостях будет Алексей Владимирович Попов, заместитель директора департамента экономического развития Севастополя. Я думаю, что беседа получится содержательной. Спасибо большое, Николай Андреевич. Хорошего вам эфира. Ну, а мы продолжим. Я напомню, что вы тоже можете присоединиться к беседе и задать свои вопросы гостю. Телефон прямого эфира 55 55 36. Ну, а мы продолжим. В 6 утра в лесу возле горы Гасфорта случился крупный пожар. Есть пострадавшие. Такой сценарий сегодня отработали участники командно-штабных учений с органами управления и силами городской территориальной подсистемы РСЧС. Тренировка проходила в три этапа. В течение нескольких дней спасатели проверяли техническое вооружение и отрабатывали действия по ликвидации последствий весеннего половодья. Заключительную фазу учений посвятили условному тушению лесного пожара. В процессе тренировки участники провели эвакуацию пострадавших, оповестили население, развернули стационарный пункт временного размещения и организовали взаимодействие служб. Практические действия показали, что налажено взаимодействие между разными ведомствами, в том числе Черноморским флотом, Росгвардией, общественными организациями, такими как Севастопольский казачий округ, волонтеры, вектор, кинологический клуб. В субботу в нашем эфире свежий выпуск программы «Говорит Севастополь». Вот его главная тема. Вопиющее некомпетентность и откровенное хамство. Как в очередной раз опозорились депутаты-чилисты? Что вызвало неконтролируемую истерику у их предводителя? Почему они шустро убегали от телекамер? Как чертова дюжина слуг народа показало полное неуважение к российскому президенту и ко всем севастопольцам? Разберемся в хитросплетениях депутатской подлости. Глава региона обсуждает национальную программу и стратегию развития Севастополя со всем городом. Зарплаты, цены, здравоохранение, образование. Как изменился город за пять лет и какие изменения его ждут? Как севастопольцы оценивают проекты, которые предлагает правительство? Заглянем в ближайшее будущее города-героя. Реформу наполнили слухами. Кто рассказывает горожанам о мифическом закрытии больниц и поликлиник? Зачем пугают врачей и медсестер выдуманными массовыми увольнениями? Как на самом деле будет проходить реформа и что получат от нее медики и пациенты? Выясним, как в реальности перестроят систему здравоохранения в Севастополе. Органы опеки или наказания? Как работает в нашем городе ювенальная юстиция? Всегда ли справедливо забирают детей у матери? Есть ли способ доказать государству, что ребенок должен жить с родителями? И всегда ли лучше малышам жить в семье? Расскажем, когда приют – наказание, а когда путь к лучшей жизни. Смотрите программу в субботу в 19.30 на Икстове и в 22.30 на Икс-24. К другим событиям сегодня в музей-заповеднике Херсонес-Таврический торжественно запустили летний фонтан. Сооружение имеет удивительную историю, но за долгие годы конструкция была частично разрушена. Перед открытием фонтан реставрировали, заменили систему подачи воды и электропитания, а также обновили его внешний вид. Дату для возобновления работы выбрали не случайно. Именно 18 апреля отмечают Международный день памятников и исторических мест. И несмотря на пасмурную погоду, праздник в византийском дворике состоялся. Мы вообще на самом деле даже думали отменить мероприятие, но потом решили, что в этом есть даже какой-то символ. Фонтан – это вода, которая струится снизу вверх, и небольшой дождик, который идет сверху вниз. Это даже нисколько не помешает празднику, наоборот, даже как-то его украсит. И сегодня в рамках мероприятия по открытию фонтана наши гости из школ севастопольских провели такую, своего рода, импровизированную речевку чести воды. Они прочитали гимн в воде. После торжественного открытия фонтана в преддверии 9 мая для гостей провели специальную экскурсию – урок победы. Она разработана специально для учеников школ, студентов вузов и включает в себя посещение нескольких залов, знакомство с интерактивной площадкой «Слушай Ленинград» и презентацию музейного комплекса. На презентации ребятам показываются фотографии Херсонес в годы Великой Отечественной войны, разрушенные здания, период немецкой оккупации, восстановление музея, восстановление Свято-Владимирского собора и передача его православной церкви уже как действующего храма. Рассказывается о том, что Херсонес – памятник многогранный. Кстати, в прошлом году экскурсии в Севастополе посетили 2,5 миллиона человек. И этот показатель с каждым годом растет. Потребление электроэнергии, особенно летом, тоже значительно увеличивается. С начала 2019 года ведущие электросетевые предприятия «Севастополь Энерго» начало подготовку к курортному сезону. Что делают энергетики для безопасной и надежной работы электрических сетей, расскажет Оливтина Игнатьева. Проверка оборудования, профилактическое обслуживание и осмотр объектов. Так, на предприятии «Севастополь Энерго» проходит подготовка к курортному сезону. Специалистам необходимо обеспечить не только надежное электроснабжение, но и необходимый уровень безопасности всех объектов, расположенных в местах отдыха и оздоровления. Для подготовки «Севастополь Энерго» к курортному сезону на предприятии издан распорядительный документ. Это распоряжение, в котором перечислены основные требования по подготовке. На сегодняшний день выполнен, сформирован перечень всех объектов оздоровления и отдыха, которые есть на территории города Севастополь. Это около 44 объектов. Скоординирован и оптимизирован план ремонтно-профилактических работ в целях их проведения до начала курортного сезона. Отдых должен быть не только комфортным, но и безопасным. К примеру, один из самых посещаемых детских лагерей Севастополя – Горный. В 2018 году на его территории была построена спортивная площадка и три новых корпуса. Летом 2019-го здесь отдохнут около тысячи ребят. С целью предотвращения проникновения детей на энергообъекты сотрудники «Севастополь Энерго» проверяют состояние ограждений и запирающих устройств. Также проведены испытания и тепловизионный контроль оборудования. На данном объекте проводился тепловизионный контроль. Замечаний по тепловизору не выявлено. Также проводился осмотр запирающих устройств, дабы избежать попадания посторонних лиц на объекты электроэнергетики. Одним из самых масштабных мероприятий в рамках подготовки к курортному сезону стал ремонт двухцепной трассы высоковольтной линии 110 кВ. Это один из основных транзитов, питающих с 1955 года с северную сторону Севастополя «Инкерман». За каждым этапом монтажа и установкой новых современных опор ведут технический надзор специалисты высоковольтных сетей службы по эксплуатации воздушных линий «Севастополь-Энерго». В рамках подготовки к курортному сезону с самого начала 2019 года основная сетевая организация «Севастополь-Энерго» начала работу по основной ремонтной программе подготовки сетей к предстоящему курортному сезону. Ремонтируется воздушная линия, меняются дефектные опоры на новые железобетонные анкерно-угловые оцинкованные опоры с современной изолирующей подвесной с цепной арматурой, которая обеспечит на долгие годы надежную работу данного транзита. Особое внимание к требованиям соблюдения безопасности в охранных зонах воздушных линий электропередач. По статистике, с наступлением весенне-летнего сезона пренебрежение правилами безопасности на них приводит к смертельным случаям от поражения электрическим током, а также к сбоям в электроснабжении. Например, рыбалка зачастую приносит не только удовольствие. Она может стать и угрозой для жизни, если место для рыбной ловли выбрано около воздушной линии электропередач. Чтобы избежать травм, сотрудники Севастополь-Энерго обновляют и устанавливают предупреждающие знаки. Таких потенциально опасных мест отдыха в пригороде Севастополя более 20. После монтажа наличия знаков инспектирует служба охраны труда. Необходимо, чтобы все наше электрооборудование, в данном случае это опоры ВЛ, выполнены все мероприятия для того, чтобы их отдых был безопасным. И поэтому работники службы охраны труда в выполнении приказа Севастополь-Энерго о подготовке к курортному сезону объезжают все места, где проходят опоры вблизи водоемов и проверяем, что наши службы РСВВС повесили плакаты, обновили. Всего в зоне обслуживания Севастополь-Энерго вся севастопольская территория. Это около 900 квадратных метров, 1010 трансформаторных подстанций, 1478 километров воздушных линий и 1535 кабельных. До начала курортного сезона, согласно плану ремонтно-профилактических работ, проверка испытания электрооборудования энергетиками проводится ежедневно. Все, чтобы обеспечить комфортный и безопасный отдых для жителей и гостей нашего города. Алектина Игнатьева, Андрей Вовк, Андрей Танчук, Новости ИКС-ТВ. Далее о погоде. Завтра в Севастополе переменная облачность. Дождя уже не будет, но тепла ждать пока не стоит. Днем не выше 11 градусов, тепла ночью только плюс 3, плюс 5. Атмосферное давление повышенное, 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 60 процентов, ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Температура морской воды 11 градусов. А сразу после нашего выпуска продолжение многосерийного фильма «Зоя». Он рассказывает о драматических событиях в жизни известной актрисы советского кино Федоровой о ее нелегкой судьбе и тяжелых временах. Главную роль исполнила Ирина Пегова. В прямом эфире были вечерние новости Севастополя. В студии работал Дмитрий Дудко. До встречи в 21 час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова